Дай почитать. Дай почитать. К тому времени очень уважаемым хирургом. Он похитит ребенка и регулярно будет высылать безутешным родителям то носочек, то платьице, то заколочку, то фотографию. И так пока Наташа Ломанова, а теперь Арина Морозова, не станет совершеннолетней. Именно она узнает всю правду, тяжелую и неприятную. Ева про матерь всех людей. В переводе Ева значит жизнь. Она и есть смысл, сущность жизни Германа. Вся книга пронизана, пропитана этим образом смелой, взбалмошной, отчаянной, витальной Евы. Да, несомненно, она была эгоисткой. Очаровывала людей и пользовалась их расположением. Да и привязанность Германа к ней она тоже использовала. Но Герману нет до этого дела. Он должен отомстить виновным смерти сестры. Он лелеет месть четыре года, но делает совсем не то, что планировал. Нет, он не педофил, не растлитель, не вымогатель. Он несчастный, сломленный человек, жаждущий мести, а заслуживающий прощения и понимания. Два временных пласта, воспоминания о прошлом, о судьбах двух детей, об отце, бабушке, описаны неторопливо, очень выпукло, наглядно, осязаемо, текуче. А современная жизнь, настоящая, описана урывками, сжата, скомкана. Да, это роман о том, что каждый может и должен спастись любовью. В романе много удачных моментов. Характеры героев, передачи атмосферы, места и времени, напряжение, в котором автор держит читателя, но есть и недочеты. Все же характеры Евы и учительницы, монашки Елены Алексеевны могли быть более подробно выписаны. Сюжетные ходы иногда слишком сшиты наспех. Например, всегда находятся добрые люди, то поддельные документы сделают, то цианистый калий в тюрьму передадут. А еще трехлетняя девочка не томогучая, не мышка в клетке, не хомячок. Да и подслушанный разговор двух убийц совсем не новый ход. Но книга заинтересовала читателей. Теперь будет сниматься фильм «Любовь Баринова, Ева, 16+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай, город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч!